Форма Сегодня я хотел бы обсудить такой термин, как форма, поскольку этот термин используется по факту в различных смыслах, и тем не менее эти различные смыслы часто не различаются и через такой термин, как форма, отождествляются. Это приводит к разного рода недоразумениям и методологическим просчетам. Для того, чтобы перейти к обсуждению гелеморфизма, необходимо сначала вспомнить, каким образом мы употребляем слово «форма» в обычной вещи. Наблюдается прежде всего два определения, которые существуют. Это форма как некое «что», некое «что», да, и форма как некое «как». Когда мы говорим о форме как о неком «что», то это некое «что» у нас разделяется на «что» в смысле сущности, да, и на «что» в смысле пространственной формы, то есть неких пространственных очертаний, пространственности. В смысле «как» мы понимаем некий способ существования. То есть способ существования в той или иной форме. Мы могли бы говорить «форма», а могли бы говорить «способ». И вот это существенное различение трех смыслов, в которых мы употребляем термин в обычной речи, на самом деле существенно также и для философии. И, собственно, в самой философии вот это различные смыслы, которые можно просто прояснить в самом языке, они также проявляются. Собственно, когда мы говорим о «что», то у нас возникает различие формы и материи. Собственно, это и есть первичный смысл того, что понимается под гелеморфизмом. Тогда форма здесь разделяется опять же на пространственную форму. и на сущность. Когда мы в философии говорим о форме «как», то у нас возникает различие формы и содержания. Поскольку содержание на самом деле оформлено не в том смысле, в каком оформлена материя, содержание оно каким-то образом упорядочено. То есть, когда мы говорим о форме «как», когда мы говорим о неком способе, то первая форма здесь понимается как форма упорядоченности. Как бы некая внешняя форма, которая накладывается на содержание. Содержание не может существовать без некой упорядоченности, с одной стороны, но в неком отношении форма упорядоченности является более-менее произвольной. Можно упорядочить содержание одним способом, можно упорядочить содержание другим способом. И здесь вариации формы наиболее многообразны. Ну и третье понимание формы, когда форма понимается непосредственно как «как» в смысле деятельности. И вот эта вот форма, которая понимается как некая деятельность, она существенна для философии. Вот в философии Канта как раз форма понимается как некая познавательная активность. Собственно, эта форма как некая деятельность, она понимается так же и у всех философов. Но тем не менее, важно, что вот эти три смысла, они являются разными смыслами. Их нельзя отождествлять. Почему нельзя их отождествлять? Потому что мы не должны следовать за некими тождествами, которые нам предлагает язык. То есть язык нам предлагает в данном случае использовать одно и то же слово для существенно разных смыслов. Но если мы пытаемся постигнуть смысл того, как вещи существуют сами, то если мы пытаемся постигнуть суть самого дела, то мы должны исходить не из слов, не из того, как слова пытаются нам указать на некое единство, а мы должны исходить из того, как нечто дано, то есть как оно нечто различное. И действительно важно поэтому удерживать это различие. И именно в силу того, что форма так многообразно различена, я стараюсь избегать термина «форма», потому что использование этого термина постоянно вызывает некоторые недоумения, и некоторые недоразумения. Ну, для того, чтобы показать, чем связаны эти недоразумения и почему, собственно, термин «форма» является неудачным термином для философии, давайте рассмотрим соотношение философии Аристотеля и философии Канта, и потом покажем, как на самом деле термин «форма» используется у Гегеля. Ну, и в процессе перехода будет понятно, почему термин «форма»… какое превращение смысл получает форма при переходе от философии Аристотеля к философии Канта. Причем это запутывает как философию Аристотеля, так и философию Канта. Ну, давайте сначала разберемся с философией Аристотеля. Ну, мы возьмем самое простое и понятное развлечение, которое вводит Аристотель. Он говорит, что любое сущее, сущее, оно на самом деле складывается из формы и материи. Причем для Аристотеля важно, что формы и материи не могут существовать сами по себе. Нет, не существует никакой чистой формы, не существует чистой материи. Что-то чистая форма и чистая материя – это нечто несуществующее. Ну, мы сейчас не будем обсуждать форму форм, да, перводвижитель, в каком смысле, собственно, абсолют существует как некая чистая форма. Там есть два варианта просто обсуждения этого вопроса. Мы не будем входить в такие подробности. Нам достаточно того, что всякое сущее, как разделенное на форму и материю, оно на самом деле не разбивается на две этих составляющих, как на два сущих. Собственно, нельзя говорить о том, что сущее составляется из двух сущих. Форма и материя – это не являются сущими, форма и материя являются аспектами сущих. Они на самом деле просто внутри сущего различаются умом. Как они различаются и почему это различие возможно? Это различие возможно в силу того, что одна и та же материя может быть дана в разной форме. Допустим, мы понимаем, что шаровидность может быть дана в деревянной материи, или, скажем, шар может быть исполнен в меди. Точно так же и обратно, верно, что одна и та же материя может принять разную форму. Ну, допустим, опять же, если брать форму меди, медь может быть сделана шаровидной, а может быть сделана, скажем, квадратной. Иначе говоря, между формой и материей существует некое понимаемое нами различие. Это различие усматривается уму. Собственно, Аристотель и говорит, что именно ум есть та способность, которая может принять форму без материи. Но он принимает эту форму без материи мышления. Ну, и, собственно, когда Аристотель обсуждает о том, что представляет собой форму, что представляет собой материю, он не имеется в виду, что форма может быть принята нами и обсуждаема безотносительно того, чтобы оперировать непосредственно вещами. А что это означает? Это означает, что возможность науки, возможность философии базируется на том, что мы можем в своем мышлении принять форму без материи. Для того, чтобы как бы еще пояснить соотношение формы и материи, можно просто обратиться к такому сущему, как живой организм для живого сущего. Живое сущие. Для живого сущего различие формы материи есть различие души и тела. Потому что тело, душа, точнее душа, Аристотельно понимается как форма тела. Аристотель говорит, что первой интеллихии, ну, на самом деле интеллихия это просто форма, которая воплощена в теле. То есть интеллихия это осуществленная, завершенная форма. Поэтому можно просто, чтобы не вводить ненужный термин, чтобы ограничиться простыми телами, будем говорить о том, что душа понимается как форма тела. Так вот, если мы, опять же, берем рассмотрение живого организма, то мы понимаем, что на самом деле в момент смерти как бы душа и тело уничтожаются. И форма, то есть, точнее, переходит, как бы, конечно, в другие состояния, да, собственно, тело, как бы, они не уничтожаются абсолютно, да, они просто переходят в другие состояния. Но, тем не менее, как бы, мы говорим о том, что вот душа и тело существуют только вместе. Нельзя, как бы, рассматривать тело отдельно от души и душу отдельно от тела. И вот в таком же понимании, как душа и тело неразрывны, точно так же в каком-то отношении и всякого рода неорганические сущие, ну, конечно, в меньшей степени, да, надо понимать в своей связанности формы и материи. Но самое важное здесь это вот то, что формы и материи неразрывны, да. Если мы, как бы, опять же, когда мы говорим о форме и материи, мы говорим о что, да. А когда мы говорим о что, то у нас форма двоится. Двоится она и у Аристотеля на пространственную форму, пространственную форму, и на форму как в смысле сущности. Ну, интересно, на самом деле, что у Аристотеля, собственно, как бы, вот пространственная форма, она входит в форму сущности, и возникает вот, как бы, некое постоянное возникающее отождествление формы и сущности. То есть форма равно сущность, где сущность – это форма, которая дана в своем определении, да, вот. Для сущности важно именно определение. А собственная форма, да, это вот некое реальное сущие, да, вот, это единичное сущие. И всякая единичная сущность, она вот и есть единственная форма материи. То есть воплощенная форма. Когда говорится о форме, то имеется в виду всегда воплощенная форма в единичном сущем, да. Когда говорится о сущности, то обычно говорится о том, что как форма понимается в смысле своего определения, да. То есть как форма понимается, когда ум высматривает форму в мире, да. Когда он высматривает эту форму в мире, то эта форма в нашем мышлении становится некой сущностью, да. И эта сущность уже изучается с позиции, как бы, различного рода категорий, с различного рода различий. Вот такое простое введение, как бы, именно в аристотельскую философию. Как бы, нам важна не сама аристотельская философия, а ее, как бы, соотношение с кантовской философией. Для того, чтобы понять, на самом деле, какое приращение термин форма получает в кантовской философии. Теперь, если мы переходим в философию Канта, то Кант тоже начинает с некого гельморфизма и различает форму и материю. Причем это различение проходит по линии различения, прежде всего, субъекта и объекта, а во вторую очередь, различения априорного и апостериорного. О чем идет речь? Дело в том, что Кант сразу вбрасывает в качестве формы форму, понятую как некое «как». То есть, у Канта форма – это некий способ, некая познавательная активность. Некая деятельность. Познающего. Я сейчас не буду, как бы, описывать, собственно, саму философию Канта, но предполагается, что мы все читали «Критику чистого разума», и все примерно понимаем, о чем идет речь. Если, как бы, взять уже и анализировать эту философию в некоторой своей целостности, то можно сказать о том, что форма у Канта различается следующим образом. У него есть чистые созерцания, это чувственные формы, это чувственная форма, или форма чувства, и, во-вторых, это понятие, или формы мысли, или формы мышления. Иначе говоря, мы опять наблюдаем вот тот эффект, на который я всякий раз обращаю внимание, когда мы обсуждаем, собственно, субъектовикное различие, что и различение формы и материи, оно, прежде всего, давайте так, начнем с этого, различение самой формы пролегло по линии различения двух способностей. Да, вот у нас есть способность чувственная созерцания, да, и есть способность мышления. И различие формы проходят по линии различения этих способностей. Это существенно, почему? Потому что субъектной философией, в которой все различия вводятся через субъекты объекта различия, всякое различие именно чревато тем, что оно восстанавливает в том или ином способе, тем или иным способом, собственно, изначальное различие способностей субъекта. То есть, собственно, как бы субъект и конститурует существенные различия, которые он находит в мире, да. Весь мир потому и является субъективным миром, да, поскольку его различия проходят по линии различения способностей субъекта. Когда Кант обсуждает форму, казалось бы, следуя понятию гелеморфизма, необходимо указать на некоторую материю. Но если вдуматься в то, что форма понимается как некий способ, да, как некая познавательная активность, то указания на материю здесь не требуется. Мы потом, когда перейдем, собственно, к Гегелю, увидим, что там форма понимается как некий способ, да, бытия. И тем не менее, этот способ бытия уже не требует никакого соотношения с материей, да. То есть, как бы, форма, понятие формы полностью приобретет оторванный от другой составляющей, от материи вид. Но у Канта, как бы, вот еще существует эта связь, да, формы и материи. То есть, как бы, Кант на самом деле считает, имплицитно, что он держится все того же старого аристотельского гелиоморфизма, в котором существенно именно соотносительный разговор о форме материи. Когда мы говорили об Аристотеле, то там всякая сущая, как состоящая из формы материи, важно было, что формы и материи являлись соотносительными термины и определялись друг через друга, да. Как бы, когда мы говорили о материи, то для того, чтобы указать, что такое материя, мы, как бы, указывали на формы и наоборот. На самом деле, когда мы переходим в термины, которых обсуждает свою философию Кант, для него, на самом деле, форма может быть введена, вот как вот здесь она введена, да, безотносительно всякого рода материи. Просто материя не нужна. То есть, у него форма, как бы, оторвана от материи. Но эта оторванность формы, она связана не с тем, что тут есть какой-то методологический просчет, а изначально форма, как некий способ, да, как некая активность и некая деятельность, она просто не требует никакого соотносительного термина, нет. То есть, это слово, этот термин форма, он только по своему слову, да, связан с формой, о которой рассуждает Аристотель, да, когда обсуждает, что всякое сущее представляет собой единство формой материи. Представляете, тут надо было бы говорить о другом слове, да, точнее, даже о другом термине. То есть, эти формы Аристотеля и формы Канта, они имеют только внешнее сходство, да, сходство, как бы, слова, да, но на самом деле смысл у них разный. И вот, тем не менее, как бы, Кант продолжает, все, как он думает, линию Аристотеля, да, и вот у него материя является, материя является ощущение. Причем, как бы, на самом деле здесь материя у него двоится. У него, с одной стороны, материя является то, что ощущение высматривают в мире, да, то есть, как бы, вот, материя в аристотельском смысле. То есть, как бы, если мы, как бы, накладываем теперь, опять же, на материю, все, субъектная философия всегда разделяется и различается по линии различения способностей, или по линии различения субъекта-объекта, субъекта и объекта, да. В данном случае, как бы, вот, материя двоится в связи с различением субъекта и объекта. У нас, с одной стороны, материя понимается так же в реализовательском смысле, как нечто, относящееся к объекту, потому что всякий объект есть единство материи и формы. А с другой стороны, под материи понимаются ощущения. И это как бы нечто, как бы относящееся к субъекту. Иначе говоря, и материя у нас развалилась по линии различения субъекта и объекта, не по линии различения способностей. По линии различения способностей у нас далее будет различена форма и материя. Мы это покажем. Давайте теперь как бы вот у нас два различия. Давайте обратимся к второму различию, различия априорного и апостериорного. О чем идет речь? Иначе говоря, если как бы мы сейчас обсуждаем различия априорного и апостериорного, то необходимо обратиться к следующему. разговору. У нас всякая форма, а я как показывал, что форма делится на чистые созерцания и понятия. Так вот, всякая форма априорно является чистой. чистой, то есть означает, что она на самом деле не нуждается в своей экспликации, не нуждается в своем определении, в опыте, в империи. То есть она естественным образом применяется для того, чтобы конституировать опыт, но на самом деле в этом опыте не нуждается. Это что означает? Есть чистые созерцания пространства и времени. И на этих чистых созерцаниях пространства и времени Кант основывает возможность математики. Ну, понятия у Канта изначально чистые, они вообще имеют, собственно, субъективную природу. Если про чистое созерцание Кант пытается обосновать, что эти созерцания, что пространство и времени являются априорными, это требует какого-то доказательства, то для понятия у Канта даже доказательства нет, что они априорные. Они изначально априорные, просто по самому своему статусу, что они понятия. Так вот, форма априорна, а материя, она всегда апостериорна. То есть она всегда, на самом деле, относится к империи, к опыту. И это различие, опять же, формы и материи проходит по некой линии. Эту линию нельзя назвать линией различения способностей напрямую. Собственно, Кант так вопрос не ставит, и у Канта невозможно найти такое утверждение. Но, тем не менее, если мы вглянемся в то, как проведено различие формы материи, то ведь речь идет о том, что есть некие чистые созерцания, есть понятия, то есть это мышление. И ощущение Кант определяет как некую официрующую способность, как способность восприимчивости. Иначе говоря, есть различие между способностями, различие между формой и материи проходит по линии различения неких чистых способностей. Вот есть некие чистые способности, да, способности. И эти чистые способности, это способности созерцания, соответственно, чистого созерцания, ну и мышления. То есть чистое созерцание, а по чистым созерцаниям у Канта является созерцание пространства и времени. Чистое созерцание. Время, собственно, проживается, и это проживание тоже называется созерцанием. Чистое созерцание и мышление. Есть как бы способности эмпирические, как бы нечистые, да, по способности, скажем, так сказать, восприимчивости. Офицированность. И вот эта вот способность, офицированность, она к ней относится к ощущениям. Иначе говоря, различие формы и материи все-таки пролегло по линии различения способностей. То есть можно так сказать. Но это требует некоторого дополнительного усмотрения, да, то есть требуется как бы введение такого понятия, как чистая способность созерцания. Ну то есть, ну действительно, ведь когда Кант различает чистое созерцание и эмпирическое созерцание, то он имеет в виду следующего рода опыт, да, вот как бы можно представить некий воображаемый опыт. Есть... Вот у нас есть... Ну давайте нарисуем. Вот у нас есть некий опыт чистых способностей. Есть опыт чистого созерцания. И вот этот опыт чистого созерцания и мышления, потому что мышление тоже чисто всегда, есть как бы сторона того, что можно было бы назвать субъектом. Самому... Субъект сам по себе. То есть субъект сам по себе, до всякого опыта, ну это некое гипотетическое состояние, да, находится в чистом созерцании и мышлении, и, соответственно, и мир тоже точно так же сам находится в некотором состоянии вещей сами по себе, да, то есть и мир существует сам по себе. Вещи. Ну просто Кант использует термин вещи сами по себе, но будем говорить о вещах сами по себе. Потом возникает между ними некое взаимодействие, да, это вот первая ситуация. И мы уже имеем вот наше субъект-объектное отношение, да, в котором, собственно, как бы уже то, что является объектом, уже представляет собой некое явление, да, поскольку, как бы, вот эти вот способности, они представляют собой некие активности, которые преобразуют мир, да, и как бы и тот мир, как он есть сам по себе, мы не можем никогда достигнуть, и мы на самом деле достигаем только этого явления, да, то есть мы всегда достигаем некоторого сконструированного нашими способностями мира, да, способностями чистого созерцания мышления. Так вот, вот это вот рассуждение, оно опять же исходит из некой внешности, да, вот когда мы говорим о субъеке, который как бы существует как бы сам по себе, своих чистых способностей, он как бы существует в некоторой чистоте формы, потому что ничего у него нет, кроме чистых форм, да, и причем, как бы, эта чистота формы, она как раз мыслится как некое возможное состояние, да, потому что, опять же, я говорю, что из чистоты созерцаний Кант выводит возможность вообще говоря математики, да, и вообще говоря, это представление о том, что чистое созерцание, что просто нас и время являются чистыми созерцаниями, оно существенно для Канта, да, когда мы говорим, опять же, и мир как бы сам по себе, ну, как бы, если бы можно было бы так выразиться, мы не можем сказать, что мир сам по себе существует как какая-то чистая материя, мы говорим о вещах сами по себе, да, но когда они вступают во взаимодействие, получается так, что как бы чистые созерцания накладываются на мир, да, то есть они продолжают точно так же функционировать, как они функционировали бы в гипотетическом предварительном состоянии, да, чистоты созерцания, то есть чистоты форм, но тем не менее, теперь уже они воплощены в некую материю. Об этом Гигель иронизирует тем способом, что говорит, что вот Канта рассуждает неким внешним образом, да, когда познавание понимает как вот столкновение, как бы, некой чистоты, да, активности субъекта и, собственно, как бы мира. И он это обыгрывает в том примере, как наши зубы перерабатывают пищу, да, как бы, собственно, у пищи-то зубов-то как бы нету, да, но вот когда наши, но как бы, но у нас есть зубы, и мы когда пищу поедаем, мы, собственно, как бы ее перемалываем зубами, и вот нечто подобное тому, как мы пищу перемалываем зубами, точно так же вот осуществляя свою деятельность пространства и верения. Вот таким образом К. Гегель иронизирует по поводу представления о познавании у Канта. Откуда взялось такое представление? Такое представление берется из того, что сама форма может мыслиться в своей чистоте, потому что когда мы говорим о форме как о способе, да, как о неком, как о некой деятельности, да, вопрос как раз и ставится о том, что вот эта вот деятельность может существовать в некотором чистом виде. Когда мы говорили о форме как о что, да, когда мы обсуждали сущие, состоящие из материи формы, там форму можно было выделить только мысленно, да, собственно, как бы невозможно было существование чистой формы. В данном случае чистота формы возможна, да, и эта чистота формы, она более того даже предполагается и кладется в основание, философствование, потому что вот эта вот предварительная ситуация, когда мир и познающий субъект разведены, как бы, это есть, так ситуацию, собственно, это есть необходимые условия для того, чтобы мыслить представление о познавании, как о некотором взаимодействии, да, в котором существуют с одной стороны явления, и заявлениями стоит мир сам по себе, да, или там вещи сами по себе. А с другой стороны существует некий индиферентный субъект активный, да. Ну, собственно, как бы вот у Канта получается, что у Канта, если теперь опять же вернуться к Аристотелю, понимание формы иной, да, вот форма понимается как деятельность, и представление о материи здесь вообще несущественно. Особенно несущественно это представление материи, если рассмотреть, как происходит взаимодействие субъекта и объекта. Ведь речь идет о том, что субъект-объектное соотношение можно понимать двояко, в зависимости от того, что мы понимаем по терминам объекта, когда рисуем субъект-объектное отношение философии Канта. Если мы под объектом понимаем вещи в себе, у нас две возможности. Либо под объектом мы понимаем вещи в себе, либо под объектом мы понимаем явление, да. Если под объектом мы понимаем вещи в себе, то речь идет о том, что субъект направляет свою активность, да, но вещи в себе-то он не может достичь, он достигает только явления, да. И, собственно, получается, что как бы субъект направляется на некое пространство, пространство, лучше говорить, субъект, направляется на мир сам по себе, точнее, направляет свои познавательные способности на мир сам по себе, и форма, его формы, в которых он этот мир берет, они как активности, как некие деятельности, преобразуют этот мир сам по себе в то, что называется явлением. Иначе говоря, у этой формы, как активности, нет никакого противостоящего термина в виде материи. То есть мы не можем сказать, что мир сам по себе – это материя. Это было бы сказать бессмысленно. Просто есть форма, понимаемая как активность, как некий способ, каким субъект относится к миру, каким он его может взять. Он может взять его только в неком субъективном способе, то есть в неких субъективных условиях. Эти субъективные условия – это форма, в которой нам дан мир. И вот мир может быть дан через некоторые формы наши субъективные. Если форма понимается в смысле этой активности, то нет никакой материи. Это первый вариант. А с другой стороны, мы можем понимать объект как явление, как уже явление состоявшееся. Но тогда в нашем субъекта объектного различия уже возникает некое постижение. То есть субъект, когда направил свою форму в виде познавательной активности, он преобразовал, точнее его способности преобразовали мир в то, что называется явлениями, а здесь уже просто происходит некое постижение того, что в явлении присутствует. И тогда можно уже говорить, что этот объект состоит из формы материи. И понятное дело, что в этом отношении материя может мыслиться как ощущение. А форма, допустим, может домысливаться как чистая форма, которая вот здесь спроектирована. Здесь же получается, что чистая форма проектируется как бы на мир, и мир не расчленен. Расчленяет согласно тому, какую активность имеет форма. Если мы говорим, допустим, прежде всего о формах чувственных, то мир прежде всего втискивается в формы пространства и времени. То есть, сам по себе мир существует как неизвестно, но мы всегда его постигаем в нашем субъективном пространстве и времени. И вот эта двойственность в понимании формы, формы, понимаемой как форма, которая лежит в самом мире, и форма как форма что? Вот здесь, конечно, Кант здесь отождествляет форму, которая лежит в самом мире, как форма что? И форму как? Которая является активностью. Вот здесь вот форма, это форма как? То есть, некие способы активности. А здесь у нас форма отождествлена форма что и форма как? То есть, пространственная форма, та форма, которую мы видим, ну, допустим, форма некоторые вещи, которую мы видим в созерцании, она на самом деле интерпретируется как вот ничто иное, как действие вот этой формы как. Да, вот это вот отождествление формы что и формы как, оно вообще берется, вероятно, из самого неразличения у Канта формы как формы как и формы как формы что? То есть, формы как формы связанные... формы как формы сущего, да, как формы, о которой мы говорим, когда обсуждаем, что всякое существо состоит из формы материи, и формы как формы как? Как некого способа, да, взятия чего-либо, как некой деятельности, да, как... как некой активности, да, ну, прежде всего, когда мы обсуждаем познавание, речь идет, конечно же, об активности познавания. И поэтому, на самом деле, такое представление на самом деле требует некой критики. На каком основании мы можем действительно форму что и форму как отождествлять? И теперь, если пытаться алисотельскую и кантовскую точку зрения как бы повести к некому единому основанию, да, как некой единой картине, то можно было бы сказать следующим образом. Вот у нас есть форма что, да, и эта форма что, она расположена в самом мире, да, вот, допустим, допустим, если мы, опять же, рассматриваем субъект-объектное различие, то сущий или объект, или феномен, да, он состоит из материи и формы. И форма, которая является формой что. Но, тем не менее, как бы мы понимаем, что субъект является субъектом активности, и вот эта вот активность есть не что иное, как форма как. И форма что, и форма как нельзя отождествлять. Это на самом деле является методологическим просчетом, потому что форма что соотносится существенно с материей, и разрывать их нельзя. То есть, она определяется, во-первых, как соотносительная с материей. Во-вторых, эта форма, она, как мы говорили, дробится на пространственную и как форму сущности. Да, ну, если теперь уже этот разговор о различии пространственности и сущности привести к субъективному пониманию, то получится, что пространственная форма это просто то, что связано с созерцанием. У нас как бы она дробится на созерцаемую форму. То есть, та форма, которая дана нам в восприятии или в созерцании. И вторая форма, мыслимая форма. А мыслимая форма есть не что иное, как сущность. Иначе говоря, созерцаемая форма, это вот и есть явление. Иначе говоря, различия явлений и сущностей проходят по линии различения. Иначе говоря, когда форма что проходит по линии различения способностей созерцания и мышления, мы обнаруживаем различия явлений и сущностей. То есть, явления и сущность, как я уже говорил, они на самом деле различены по линии различения способностей восприятия, способностей созерцания, то есть, чувственные способности и способностей мышления. Это первый разговор. Вот мы прежде всего обсудили того, что такое форма что. А теперь, когда мы обращаемся в форме как, то следует говорить о способностях. Собственности как таковых. Вот мы говорим прежде всего о способностях. Мы говорим, что субъект на самом деле манифестирует себя в своих способностях. Собственно, тот способ, каким мы всегда обсуждаем субъекта, сам по себе субъект никак не может быть дан. Поскольку субъект – это некая причина. То, как субъект всегда дан, он дан своей активности. А активность, она и проявляется то, что мы называем способностью. Так вот, вот эти формы как – это вот есть различные способности, с помощью которых субъект направляет свою активность на объект. Какие это способствуются? Это способность на мышление. Как мышление, да? Как мышление. Потом, как созерцание. Ну и так далее. Какие там способности мы высматриваем, так сказать. Все эти способности выступают как те способы, как на самом деле субъект относится к объекту. Но это первая возможность. Если мы обсуждаем вопрос в познавательном смысле. На самом деле, когда вопрос обсуждается в более широком аспекте, да, когда форма как берется не только в отношении познавательной активности, но в принципе, как способ, каким человек существует в мире, то есть, когда мы переходим, скажем, к Хайдегеру, да, то следует как бы добавить, что вот именно Хайдегер, он различил разговор о что сущих, да, вот есть разговор о что сущих, и разговор о как. Ну, причем разговор как относится, собственно, к Дазань, да, относится к присутствию. И как присутствие. Иначе вот это вот различие форм, да, форма как и форма что, есть не что иное, как различие, которое вот проводит Хайдегер, да, как что сущего и как присутствие. И причем самое интересное, что именно Хайдегер эти формы разводит, да, вот у Канта есть тенденция, эти формы отождествляют. Почему? Потому что он понимает явление, он понимает, как я уже говорил, явление, если мы... Понимает как единство формы плюс материи, да, причем материя... Причем форма здесь, как бы вот форма что и форма как отождествлены, то есть что форма равняется как форма, да, а и материя двоится в соответствии с этим, да, материя здесь как бы и материя, как бы и материя в смысле того, материя что, да, как бы соотносительно с тем, с формой что. Вот тут материя, она соотносительно именно с формой что, она не соотносится с формой как. Форма как это как способ или как некая активность, как некая... Она не соотносится ни с какой материи, да? И материя всегда соотносится только с формой как. И вот поэтому здесь материя как материя что? То есть непосредственно материя, которая существует в реальном явлении, в реальной вещи, скажем, да? И материя как ощущение. А ощущение, ощущение, это как бы вот материя как? Но она сюда проникла на самом деле просто в силу того, что у Канта, что форма и как форма отождествлены. И всего этого как бы ему нужно соотносительно указать. И он вот в форме как соотносительно указать некую материю, да? Вот это ощущение. На самом деле как бы ощущение надо было бы тоже отнести к неким способностям, да? То есть у нас как бы есть многообразие способностей. И получается, что просто важно было бы различать форму как и форму что, для того, чтобы понимать, как возможна антология. Потому что у Канта антология возможна только как гносиология, да? Потому что в таком отождествлении, когда форма что и форма как отождествляется, собственно, вся антология, она погружается в пучину гносиологии. То есть у нас кроме гносиологии нет никакой антологии. А если мы умудряемся, и это делает Хайдеггер, различить эти две формы, я еще раз говорю, что их различает прежде всего Хайдеггер, то мы можем построить антологию, с чего Хайдеггер и начинает. И в этой антологии Хайдеггер указывает, что формы, которые есть под что сущего, они рассматриваются под категориями. То есть есть как бы два региона мира. Первый регион это что сущих, он рассматривается под категориями. А как присутствие, другой регион сущего существенно отлично, он рассматривается под экзистенциалом. И получается, что если мы теперь берем эти определения, то следует говорить о форме под категориями, и форме под экзистенциалом. Но для того, чтобы эту картину, представление о форме обозрить во всей своей полноте, необходимо также обратиться к философии Гегеля. Для того, чтобы понимать, как же форму понимает Гегель. Для Гегеля, на самом деле, Гегель вообще избегал термина форма. Он рассматривал форму всегда как форму как. Он избегал форму как форму что. Видимо, потому что для того, чтобы не возникали вся этого рода недоразумения. Различие формы как и формы что. Собственно, как бы и Гегель избегает термина формы, потому что он только вводит в заблуждение. Собственно, и я на этом основании избегаю термина формы, потому что форма всегда может пониматься неправильно. Она чревата вот этим существенным различием. Давайте посмотрим, как же оформим, высказывается Гегель. Это существенно для нас, просто в нашем движении. Мы постоянно следим за тем, как понимает определенного рода различие Гегель, Канта и Хадига. Три существенные фигуры в нашем движении. Мы рассматриваем теперь Гегеля. У Гегеля субъект объекта различий, как я говорил, оно сведено к единству субстанции. То есть изначально положено, что есть некая субстанция сознания. Субстанция. Оно представляет собой некое единство, и внутри этого единства есть различные формы сознания, которые соотносятся со своим предметом. То есть сознание как субстанция представляет собой некий абсолют, некая предельная форма существования сознания. Но на самом деле сознание проходит ряд форм, как мы говорили. Проходит ряд форм. Ряд форм или формообразования. И вот термин форма здесь употребляется в следующем виде. Гегель говорит о том, что субстанция как целая на самом деле проходит некие конкретные формы своего существования. То есть форма здесь понимается как форма существования. То есть как вот, если мы брать изначальное различие, да, как, что и как. Как, но понятый как в смысле способа. Способ. Способ существования. Но в каждом способе существования, если мы берем, опять же, возвращаемся к фенологии духа, да, вот есть чувственная достоверность, есть восприятие, есть рассудок и прочее, но в каждой форме существования вся субстанция дана целиком, да, она дана конкретно, как говорит Гегель. То есть, иначе говоря, все целое дано в этом опыте, в опыте, скажем, восприятия, да, вот во всей своей целостности. Потому что каждый из форм представляет собой вот эту целостность, да. Не так получается, что вот эти вот формы являются чем-то частичным, да, а скорее некая целая субстанция проходит ряд своих форм, как, вот как вот, если говорить, допустим, о растении, как проходит, допустим, ряд своих форм растения, да, от зернышка, допустим, к, собственно, к растению, да, и потом из растения появляются опять же зернышки. Да, вот некий вот есть путь формообразования. Вот точно так же, вот по какой-то такой же аналогии понимается формообразование или формы существования целого, да, субстанции. Важно здесь, что формы уже у Гегеля не понимают соотносительно с матерью, он понимает, что, как бы, это неправильно, но я, как бы, не нашел у него различий вот этих двух форм, формы что и формы как. Тем не менее, надо отметить, что Гегель остается все-таки в рамках субъекта объектного различия, и проявляется это различие в том, что, на самом деле, формы разбивают движение целого, да, субстанции по линии различения способностей. У нас, на самом деле, когда мы говорим о том, что формы связаны, что целая проходит ряд формообразований, да, вот, как бы, целая есть в форме 1, потом целая в форме 2 и так далее, то, тем не менее, Кант различает, что почему-то форма 1 является чувствной достоверностью, как бы формой 2, такой опыт, как восприятие и сознание восприятия 3, какая-то рассудок, далее самосознание. Иначе говоря, опять мы наблюдаем различия форм. Теперь уже различия форм по линии различения способностей, да, вот, у нас есть чувственная достоверность, есть восприятие, рассудок, это различные способности, и рассудок способностей мышления, да, и по этим различиям способностей разбивается, понимается различие форм, да, различие способов существования, то есть способы существования понимаются, различие способов существования понимается, как различие способностей. Ну, правда, нельзя говорить за все формы, в которых изображены фидомологи духа, что это так, потому что там в более развитых формах существует более детальное развлечение, и там уже нельзя говорить о том, что эти развлечения детальные проведены по линии развлечений способностей. Но тем не менее, в целом, в философии Гегеля мы постоянно наблюдаем эту непоследовательность, что, с одной стороны, он пытается преодолеть в чем-то философию Канта, критикует его положение, а с другой стороны, остается все-таки в рамках этого субъекта объектного развлечения, и это субъектное развлечение проявляется у него как различие формообразований целого. Форм, через который проходит целое, и вот это вот различие понимается все-таки как различие по линии, проходящие по линии развлечения способностей. Ну, теперь, как бы, если делать некоторые выводы из того, что мы пронаблюдали, то следует сказать, и самое главное, да, что для того, чтобы говорить о гелеморфизме, необходимо прежде всего различить форму что и форму как. То есть форму как нечто данное, да, как данное, и форму как нечто понимаемое, как некий способ. Способ. Если мы говорим о данности, допустим, способ данности. Ну, в принципе, как способ, да. То есть у нас тут изначальный наш термин форма существенно различается на две, как форму что и форму как, да. И форма что, она является данным, да, потому что это форма, которую мы видим в самом мире. А форма как, это некий способ, да, и эту форму можно понимать либо как у Канта, способ, каким познающий, познает мир, то есть через свои способности, да, каким он принимает мир, каким он может принять их в условиях собственной субъективности, да. Всегда только в некоторых субъективных формах. А можно понимать, как способ бытия, да, вот есть некое целое, как бы это целое проходит ряд формообразований. Как проходит растений, как проходит какой-нибудь живой организм стадии, скажем, там, личинки, там, червяка, там, взрослого животного, или там растения проходят какие-то свои формообразования, там, зерно, собственно, само растение. Дающие, опять же, зерно, да. Так вот эти две формы нельзя отождествлять. И, собственно, философия Хайдигера показывает, на самом деле, что это различие, это еще и более существенное, да. У Хайдигера это различие углубляется в различие категорий, категорий, если мы берем Хайдигера, и экзистенциал. Это означает, что эти формы, они принадлежат к разным регионам, да, к разным регионам сущего. То есть, вот есть неприсутствие размерной сущей, да, которые должны подниматься под категориями, там, собственно, как бы это и есть. И когда мы рассматриваем такие сущие, то в этих сущих мы выделяем форму, как форму что, да. И есть присутствие, да, и, собственно, присутствие, оно не может рассматриваться, как вещь, оно не может рассматриваться под категорией. Присутствие должно рассматриваться под экзистенциалами. Экзистенциал, и понимается, как некие способы быть, да, заиндок, некие способы быть, присутствие. И если возвращаться сейчас к понятию гелиоморфизма, то нельзя говорить о гелиоморфизме в смысле формы как. Видно отсюда, что гелиоморфизм относится только к форме что? Ну, это видно, поскольку форма как не соотносится ни с какой материей. А форма как, на самом деле, лучше вместо формы как использовать, допустим, слово способ. И всякий раз, когда необходимо высказать некую форму как, говорить о способе. И поэтому, когда, допустим, мы говорим о субъекте, мы не говорим о субъекте как о неком что. Как субъект объектным различиям мы всегда говорим о субъекте как о неком как. И именно поэтому мы говорим о субъекте именно с позиции, что субъект обладает способностью. Что субъект скорее может. Что субъект есть некая совокупность как, а не совокупность что. И еще последнее замечание, оно связано с тем, как нужно понимать субъект-объектное различие в свете указанных форм. Да, и это будет некая корректировка того, что нам предоставляет, собственно, философикант. Субъект-объектное различие должно пониматься следующим образом. Для того, чтобы не возникло такое курьезное понятие, как вещи в себе. Если мы различаем форму что и форму как, то, собственно, действительно, наш субъект обладает активностью. И здесь мы наблюдаем форму как. Но эта форма как не является, как я уже показал, формой что. Она не та же, если форма что, а объект представляет собой форму что и плюс материя. Ощущение не является материя, а ощущение входит в форму как. Собственно, получается, что у нас есть познавательная активность субъекта. Ну, я не знаю, если кому-то важно очень употреблять слово форма, но пусть употребляется слово форма, только постоянно различает эту форму от той формы, которая, собственно, существует в мире. И это дает возможность истолкования субъекта объектной философии, допустим, в представлении Кант. Истолковывать его тем способом, что различается, собственно, гносиология и антология. Поскольку антология-то занимается как раз вот этой формой что, а гносиология занимается формой как. Почему, вообще говоря, очень важен этот термин форма? Потому что, как я уже говорил, когда обсуждаю аристотельский гелеморфизм, что именно форма является основанием нашего знания. То есть, если мы обсуждаем вопрос в терминах форма, то, собственно, что является нашим знанием? Нашим знанием является форма. Собственно, форма и представляет некие мысли, которые мы... Некое знание, которое мы принимаем в себя. Вот есть форма, есть то основание, благодаря которому возможно наше знание. Заметьте, что если мы различаем форму как и форму что, то пропадает субъективизм философии Канта. И философия Канта является субъективной только в том случае, если эти формы отождествляются. Вот если мы проводим вот это отождествление, тогда на самом деле возникает эта субъективность. И гносиология сводится, и антология отождествляется. Потому что никакой невозможной никакой другой антологии. То есть, вся антология, она сведена к гносиологии. Ну, собственно, почему? Потому что гносиология изучает форму как, и с формы что является форма как. Гносиология и антология это будет при таком подходе одним и тем же. Но если мы это различие все-таки осуществляем, то тогда получается, что у нас существует субъективная сторона представления о мире, и она воплощена в форму как. И объективная сторона, которая рассматривается с позиции формы что. И тем самым разрывается вот эта вот обреченность, как бы я бы сказал, на субъективизм философии Канта. Собственно, философия Канта, вот, ну, я здесь просто не хотел двигаться в сторону критики философии Канта. Да, я просто как бы обошел этот вопрос стороной, но на самом деле для тех, кто хочет, он может просто вот из этого развлечения выстроить критику, собственно, как бы представления Канта. Как бы вот в том развлечении, которое здесь проведено, а именно различие между формой что и формой как, лежит, находится, находится основание для того, чтобы провести последовательную критику философии Канта. Ну, а прежде всего того, что касается трансцендентальной эстетики. А далее, кстати, и трансцендентальные аналитики тоже, трансцендентальные логики. Дело в том, что, я просто этот момент сейчас упустил, но сейчас я его проговариваю. Дело в том, что если существует форма что, да, то, как я когда указывал на Аристотеля, то Аристотель говорил о том, что ум, наш ум, да, может воспринять из мира формы, да, уже без материи. То есть, вот, Аристотель, иначе говоря, Аристотель указывает, что возможно то, что называется интеллектуальной интуицией, да, то есть ум может воспринять форму. форму что, да, и вобрать ее внутрь. То есть сделать, вобрать ее в виде понятия, в виде знания. Дело в том, что если у нас существует разница между формой что и формой как, то вот эта форма является эмпирическим. И это, с одной стороны, да, это было бы полбеды. А вторая беда состоит в том, что эта форма является возможностью знания, то есть возможностью понятия, возможностью принять понятия. Или, иначе говоря, возможностью того, что называется категориальной интуицией, да, интеллектуальной интуицией. А ведь, согласно Канту, интуиция может быть только чувственная, да, интеллектуальная интуиция невозможна. Именно вот невозможность интеллектуальной интуиции и связана с тем, что форма, как и форма что, отождествлены, да, как бы, собственно, на долю мира не приходится никакая форма, а все формы являются априорными. А здесь-то форма уже возникла как форма эмпирическая, да, то есть сам объект состоит из этой формы, и эти формы различны. То есть активность, на самом деле, направлена на объект, который уже представляет собой единство некой формы эматерии, да. И вот эта единственная некая форма эматерии подразумевает, что эта форма, которая есть форма самой вещи, да, форма самого мира, она может быть усматриваема то, что мы называли интеллектуальной интуицией, да, то, на чем настаивает гусер. И вот эта вот интеллектуальная интуиция, она и возможна в силу того, что мы различаем форму что и форму как. Получается, на самом деле, что, исходя из гелеморфизма, мы показываем, что интеллектуальная интуиция не представляет собой некое наше желание, да, а на самом деле представляет собой нечто обоснованное, да. Собственно, интеллектуальная интуиция тогда понимается следующим образом. Это есть не что иное, как усмотрение формы что-то. Вот есть у нас формы как, и эти формы представляют собой форму некоторого внутреннего, понимание внутренней нашей активности, познавательной активности. А есть формы что, и интеллектуальная интуиция направлена на эти формы что. То есть, можно было бы выразиться это иначе и говорить о том, что в мире есть нечто, да, на что может быть направлено наше мышление. И это мышление выхватывает из этого мира некие смыслы, как бы, как вы говорили, связи, отношения, которые, собственно, принадлежат самому миру, да. И получалось, опять же, восстановлено свойство мышления, что оно представляет собой вот именно способность, да, наряду с способностью созерцания. Собственно, созерцание, или лучше говорить, восприятие и мышление являются некими предоположными способностями, да. Они как бы, каждый действует в своей сфере просто, но, тем не менее, эти способности направлены на мир, да. И они, на самом деле, существуют в мире и выхватывают из мира свои аспекты. Восприятие выхватывает аспекты, связанные с чувственностью, да, а мышление – аспекты, связанные со смыслами и соотношениями. И когда, тут следует еще добавить, что когда мы говорили о том, что феномен есть двухслойная структура, структура на переднем плане, которая есть воспринимаемая, а на заднем плане значение или смысл, ну, имеет структуру языка или структуру речи, да, то и как раз нам очень было важно, что существует такое понятие, как интеллектуальная интуиция. Но вот в данном случае, как бы, вот, оказывается, что интеллектуальная интуиция – это вот та формальность, которая существует, собственно, в самом области, да, в отличие от той формальности, которая существует в виде нашей активности и понимается как форма как. Тогда вот это представление о феномене, опять же, становится обоснованной также и с этой стороны. С какой стороны можно было бы критиковать возможность интеллектуальной интуиции? С стороны философствования Канта, да. И если, как бы, мы критикуем философствование Канта со стороны вот различений этих двух форм, то тем самым мы обосновываем возможность такой интеллектуальной интуиции. Причем интересно, что, насколько я понимаю, и это, как бы, действительно требует дальнейшего исследования, Гегель тоже не допускает интеллектуальную интуицию, что немного странно. Можно было бы так сказать, что у Гегеля интеллектуальная интуиция есть непосредственное усмотрение нашим мышлением, мышление абсолютно, да. То есть, иначе говоря, когда мы говорим о форме самих вещей, да, то мы все-таки имеем в виду, что мы усматриваем, что мышление как способность усматривает в мире нечто, что соответствует мышлению, да, некие смыслы, да. И, как бы, эти смыслы или, в данном случае, эти формы, да, он может, как бы, промысливать и тем самым принимать в виде знания, да, о самих вещах. Ведь речь, когда мы говорим о познании, речь идет о познании самих вещей, да. А у Канта, как бы, речь, когда речь идет о познании, непонятно, что там познается, поскольку понятия изначально аквариорные, и их наложение на созерцание, что они там дают, как, почему это знание является, тем не менее, знанием объективным, непонятно, да. Поскольку, как бы, в философствии Канта вообще замкнулось в собственной субъективности. Так вот, у Гегеля получается, что, как бы, интеллектуальная интуиция, в том смысле, как мы ее излагаем здесь, она невозможна. Ну, насколько я понимаю Гегеля, собственно, может быть, это не так, надо проверить, но, насколько я его понимаю, и по некоторым высказываниям, да, что все-таки такая вещь невозможна. Но, тем не менее, ум может, мышление может непосредственно усматривать, как бы, объективное мышление. То есть, как бы, есть некое соотношение мышления субъективного нашего мышления, да, и мышление объективное, и мы, как бы, усматриваем, собственно, само объективное мышление. То есть, как бы, вот, как говорит Анастагур, ум чист и ничем, как бы, ничем не смешан, да. То есть есть работа мышления на своем уровне, и мышление на своем уровне выхватывает смыслы и мысли. И есть работа остальных способностей, которые, собственно, уже работают, которые также, независимо от мышления, работают с самим миром, с чувственным миром. Ну, выяснение о том, возможно, интеллектуальной интуиции у Гигеля – это отдельный вопрос. Ну, собственно, как бы все, чего я хотел достигнуть, это показать на примере гелеморфизма, опять же, изначальную нашу гипотезу, связанную с тем, что если субъект рассматривается как субъект своих способностей, то весь мир, как бы он, все существенные различия в этом мире, да, и в том числе и различия, которые существуют в деле познавания, все они проходят по линии различения способностей. Ну, в данном случае вот мы увидели, что у Канта форма и материя, она пролегает по линии различения способностей. Ну, а здесь было важно, на самом деле, указать на то, что вот, как возможна онтология, и почему возможна и обоснована интеллектуальная интуиция. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...